Меня задержали 4 июня в 7 часов утра, когда я вышел на утреннюю прогулку. Сотрудники Бостон-Дыгского РОВД насильно меня задержали, затолкали в машину и насильно привезли в РОВД, где также насильно удерживали меня практически 6 часов. Мне было отказано в телефонном звонке, мне было отказано в доступе адвоката. На суде я узнал, что мне инкриминируется организация несанкционированного митинга. Я считаю, что было вообще нарушение, это был полный произвол, масса нарушений процессуальных. Мне не имели права давать 7 суток, потому что ранее таких преступлений не было. При рассмотрении апелляции прокурор вдруг заявил, что это уже не первый случай организации несанкционированного митинга. Во время первого суда ко мне подошли полицейские, работники суда, прокуратуры и стали настоятельно уговаривать отказаться от адвоката. Они обосновывали свое предложение тем, что якобы-то займет много времени, я поверил им. Но теперь я это расцениваю, считаю, что это просто откровенное мошенничество. Я считаю, я стал жертвой этого мошенничества. Вы знаете, человеку, впервые попавшему в такие условия, да, испытывает просто какой-то психологический шок. Вы знаете, начиная, не знаю, с содержания санузлов, качество пищи, сама атмосфера, вот, замкнутое пространство, абсолютно, не знаю, не рассчитанное на какие-то нормальные содержания. На мой взгляд, необходима радикальная, все-таки радикальная реформа вот этой пенитенциарной системе, потому что все, что там происходит, все, что творится, это, я не знаю, это где-то на грани Средневековья. И для цивилизованного человека, да, может быть, даже случайно, совершенно случайно попавшего туда, это очень глубокая психологическая травма, и, больше того, может быть, даже физическая травма, может быть, травма. Один нюанс, вы знаете, ну, мы сидим в большой камере, да, никто не проходит этот медосмотр, никто, и среди нас, возможно, были люди, страдающие туберкулезом, и венерическими заболеваниями, вот, и масса других. И велика вероятность, что зайдя туда здоровым, ты можешь выйти оттуда глубоким инвалидом. Я был, к сожалению, удивлен, что нас, и меня, и Термик Тарымбаев, нас посадили вместе с уголовниками, с рецидивистами. И был такой даже эпизод, когда нам стали менять вину, что моя голодовка может сказаться на условиях их содержания. Вот, то есть, на мой взгляд, имела такая место попытка администрации оказать психологическое давление через контингент, который меня окружал. Ну, и сегодня мне поступила информация из анонимных источников, что все-таки велика угроза того, что готовится провокациям, вот, с целью не только дискредитировать, но и инкриминирует мне тяжелое уголовное преступление. И я сейчас не знаю, я сейчас готовлю, возможно, я буду обращаться, сделаю открытое заявление о том, что в случае форс-мажорных каких-то обстоятельств со мной, с моими близкими, родными, я возлагаю всю ответственность за произошедшее на казахстанские власти.